Всем привет! Традиционный лайф. У меня сегодня в гостях Денис Эллер и команда ProSeller. Хотелось вообще просто встретиться, пообщаться о том, как вообще происходят дела на Amazon, какими сейчас сложностями сталкиваются продавцы, опять же, какие там новые тенденции, проблемы, нюансы. Ну и заодно хотим обсудить, планируем запускать новый сервис. Соответственно, хотим понять вообще, сколько тема востребована, какие есть сложности, какие проблемы в работе с существующим провайдером, обсудить какие-то нюансы, фишки. Ну и начнем с того, что я изначально, как бы многие меня знают не только как продавца, а еще и представителя услуг в плане написания текстов в SEO. Соответственно, как бы я много рассказываю в остальных конференциях, но у меня всегда была одна большая проблема, с которой я сталкивался постоянно, что не было подрядчиков постоянных, которые могли бы закрывать вообще графическую часть. То есть все, что касается графического контента и, опять же, все, что касается какой-то технической поддержки, например, заливка листинга, настройка магазина, создание стартфронта и так далее. И пообщались с Денисом, пришла идея как бы подключить ребят из команды и, соответственно, запустить дополнительно вот такую услугу, чтобы можно было предоставлять возможности изготовления листинга в комплекте. Ну и не только листинга, соответственно, и все сопутствующие моменты, так, а плюс контент, стартфронт. Вот, собственно, об этом сегодня поговорим. Еще раз у меня здесь от Денис Космо. Всем привет! Космо-селлер! Расскажи немного о себе вообще. Можем, в принципе, потом рассказать, как вообще родилась наша команда, вообще как проект про селлер в свое время организовался. Да, то есть расскажи, чем ты сейчас занимаешься, дела немножко о себе, и потом перейдем уже непосредственно к различным нюансам. На данный момент на Амазоне мы торгуем до сих пор, как ни странно. А первостепенно стратегии постоянно что-то меняются, все изменяется. Сейчас, на данный момент, в основном занимаемся производством продуктов. Из-за этого долгое время ничего особо нового не делали. В основном занимались исключительно проектированием, запуском новых товаров. Столкнулись с очередными новыми проблемами и вызовами на Амазоне. Это как все это заново, по-новому запускать. Потому что если ты занимаешься брендом, продвигаешь бренд, в любом случае надо думать непосредственно о том, как ты это будешь делать. Потому что одно дело запустить один товар, два товара, три товара. Другое дело линейка, которая будет закрывать потребность целиком и полностью. То есть если у тебя потребность изъянов лица, ты должен, соответственно, думать, как не только ты будешь от прыщей это делать, ну и от морщин, от этого, от этого, от этого, и пойдет увлажняющий крем, такой крем, такой там, ну и так далее. Ну вот, если ты занимаешься спортивным инвентарем, соответственно, закрываешь хотя бы какие-то группы мышц там. Я желательно вообще все группы мышц, чтобы человек пришел и купил, начиная от перчаток, заканчивая там, не знаю, каким-то спортивным инвентарем в идеале. Вот, для этого надо найти хороших производителей, для этого надо все это упаковать, для этого надо, чтобы линейка была единая, чтобы она была связанная, понятная. И, соответственно, очень хорошо в этом предмете разбираться, в спорте либо в чем-то другом. Ну вот, и мы на данный момент этим и занимаемся. Соответственно, по факту выстраивание бренда, ну это надо начинать с брендбука и так далее, там, Оля лучше мне расскажет. И с этого мы начинали, начиная с упаковки, заканчивая уже самим конечным продуктом. Какого цвета, какой цветопередача он должен быть, как сочетаться упаковка должна с товаром и так далее, и так далее. И в конечном итоге, сейчас мы дошли с линейки определенных продуктов на запуске товара. К сожалению, просто так, как некоторые могут там рассказывать, я не знаю, выбрали товар, запустили его и включили рекламу, такого, к сожалению, не бывает. Вот сейчас занимаемся в первую очередь внешним трафиком, разбираемся, как с этим работать, потому что мы всю жизнь занимались Амазоном, я вообще пришел с оффлайна. Внешний трафик для меня как бы не особо знаком, плюс за эти годы, сколько мы на Амазоне, все поменялось 10 раз. По факту рассматриваем разные способы запусков, связанных там, я не знаю, с... Ну, у нас две задачи, по большому счету, получить отзывы и получить стартовый трафик, чтобы зацепиться за органик. Ну, вот, в принципе, в этом разбираемся. Это сервисы, это непосредственно, я не знаю, тот же социальный сет, тот же TikTok, YouTube, Instagram, соответственно, те же инфлуенсеры. Ну, вот, этим сейчас и занимаемся. Наша команда как раз и занимается этим... Небольшой вопросик, да, я пока не пришел дальше. Хотел спросить, насколько я знаю, ну, изначально, и по нашим совместным продуктам, изначально была стратегия, мы работали, запускали просто продукты, по сути, так, как он есть, да, то есть мы нашли какой-то продукт с Китая, соответственно, и запустили. Далее стратегия поменялась в сторону того, что мы стали сами разрабатывать продукты, вот, в частности, я знаю, что... Я могу просто эволюцию рассказать? Да, я бы хотел немножко рассказать вот именно об эволюции, именно у тебя, да, по твоим продуктам, и о причинах, ну, почему так, почему было принято решение вот именно перейти на вот такой тип, да, и, соответственно, оправдало ли это себя в итоге? Давайте просто начнем, да, сначала. Первой степенной, когда ты начинаешь, когда мы начинали на Амазоне, была задача про, ну, я не знаю, найти товар, проанализировать и максимально быстро его запустить. Все равно как. В какой упаковке? В полиэтиленовом пакете. Максимально дешево и максимально быстро. Скорость. Потому что ты сегодня анализируешь, делаешь ресерч. Соответственно, в этот момент огромное количество людей, когда мы начинали, правда, сервисов было мало. Вот. Я люблю, в принципе, все ручную делать. Не люблю сервисы, потому что сервис это еще больше показывает о том, что, ну, только пользователи этого сервиса в любом случае тысячи, десятки тысяч людей. Ну, в любом случае. Соответственно, я сервисами из-за этого стараюсь не пользоваться. Как дополнительно, да, но как основно точно нет. Вот. И получается, что ты делаешь ресерч и максимально быстро запускаешь. Вот эта, так скажем, возможность, она ограничена. Пытаешься. И, в принципе, это было достаточно. То есть ты привозишь продукт, делаешь какое-то количество отзывов. В принципе, никаких ухищрений мы не делали. Запускаешь там рекламу на Амазоне. И часто бывало, этого хватало. То есть все, не нужно, особо был какой-то такой невероятный буст там и все остальное. После этого, когда мы, ну, у меня доходило до 80 товаров, насколько я помню, была стратегия запустить в разных нишах по три товара, дешевый, средний и дорогой, чтобы можно было в федлайне запустить вот эту рекламу, соответственно, брендовую. И параллельно заниматься каждым товаром. В принципе, это отлично срабатывало, практически бесперебойно. Постепенно там всякие вот эти манипуляции наши, там, склейки, там, я не знаю, там, различного рода эти, как их называют. Ну, в любом случае, все, вот, все мы были связаны с отзывами. Да, потому что когда я начинал, по факту, начинал, мы могли, я просто сидел за компьютером вечером и с американцами в американских группах переписывался просто, дайте мне отзыв, за товар. Все, это было не проблема. То есть в октябре месяц, то есть мы начали, через год только отключили. Это был 16-й год, октябрь месяц, насколько я помню. Правило, вот то, что надо было в отзыве писать, товар получим за отзыв. Потом постепенно пришли манипуляции с отзывами различного рода. И по гейм был, соответственно, чат-бот. В конечном итоге, по крайней мере, у меня, когда мы запускали товары чат-бот, идеальная структура. Потому что Амазон не сможет никогда в жизни ни один маркетплейс не сможет никогда отследить то, что идут продажи по ключам, когда не идет никаких ссылок, когда не идет там ссылки на мук. Ну, то есть если нет ссылок, если человек заходит, какой бы он плохой не был, они могут только по косвенным факторам это определить. Если он там, я не знаю, 10 раз одно и то же делает постоянно, и там целая толпа таких людей делает. То по факту человек заходит, ищет, покупает, и потом постепенно пишет отзыв в нормальном соотношении покупок-продаж. Все. Ловили только за соотношение. Вот. Чат-боты прошли. Эти товары, которые запускались таким образом, очень много. Ну, у меня так сложилось, что все большое количество товаров, они копили негатив. И, соответственно, мы постоянно их перезапускали. И когда различные вот эти уловки уходят, ты, соответственно, думаешь, а почему мне не запустить такой товар, который ты один раз запустил, и он работает. Вот. Мы, к сожалению, в чат-боты не успели это сделать. То есть, соответственно, мы продавали там с горем пополам все это. Распродали там несколько лет там распродавали эти товары. И это время я, соответственно, искал и для того, чтобы производить те товары, которых я уже разбираюсь. То есть сейчас, на данный момент, я по большому счету, все свои товары, которые я считаю, даже, ну, которые поняли, что они продаются, они все продавались. Те, которые я смог улучшить, которые я вот вижу, что они можно улучшить. И плюс я себя ограничил определенной этой, как ее звать, нишей. Потому что бренд невозможно торговать от трусов до велосипедов. Это не бренд, и не магазин, и ничто. Я пошел вот этим путем, чтобы генерировать, ну, и синергетический эффект был. То есть купи лето, да купи лето. Просто, ну, по факту, конечно, я силы свои не рассчитал, потому что я уже сказал. Внешнего трафика вообще нет. И знаний работы с внешним трафиком, и как бы его игнорировать. Даже все эти сервисы, начиная от Rebaike, заканчивая любыми другими, я их как бы специально, ну, не пользовался вообще. То есть я для своих товаров их не использовал, там использовал, может, на 3%. Не так активно, как другие. Ну, каким другими способами пользовались. Вот. Мы делали вот эти вот продукты, эти годы распродавали остатки товаров, любыми способами сливали, потому что у нас накопилось огромное количество товарных остатков. Потому что запускаешь, запускаешь постоянно. Когда ты запускаешься, должны быть большие товарные остатки. Потому что ты запустил, ты должен их продать. Ну, и таким макаром работаем. Вот. Сделали эту линейку продуктов. От линейки продуктов мы выстроили, запустили. Потихонечку, соответственно, очень длинный запуск. То, что ты сейчас говоришь на данный момент, я не знаю. Она правильная стратегия, неправильная. Я понимаю, что у меня есть как бы мысли по этому поводу другого рода. Просто это один из брендов. То есть я просто смотрю на это, просто вот есть бренд, я им занимаюсь. В идеале я не планирую там куда-то в космос его выкинуть. Для меня задача, чтобы он стабилизировался, чтобы он просто приносил доход. Я, как вот многие там, продавали бренды, старались их продать. Я никогда не... Смотри, вот этот вот момент, например, с кастомизацией глубокой там, например. Сейчас я вот это... Эволюцию, я как раз вот это построил бренда, скажу просто. Вот мы дошли до этого бренда, у нас все товары до одного уникальны. Мы их сами там. Где надо молды, мы сами молды делаем. Где надо их перешивать. То есть все абсолютно заново. Как все... Что такое производство этого продукта? То есть я говорил в начальном этапе, это простой полиционный пакет и то, что продается на Алибабе все подряд. Да, мы искали лучшее. Да, мы искали лучшую цену. Да, мы проверки делали. Да, мы проверки качества делали. Ну, в конечном итоге я задался вопросом, почему должны покупать мой продукт. Ну, то есть в чем ценность? Ну, если мы одно и то же берем все. Ну, да, там, я не знаю, цвет поменяли. Ну, то есть такие вещи там элементарные. Но, во-первых, покупать глазами, а не по первой картинке все покупают. Потом, соответственно, читают текст или читают текст, смотрят первую картинку. Если не видно различия, даже если у тебя там, я не знаю, из кевлара шит, а не из обычного хэбэя, там все равно не поймешь, пока ты не прочитаешь это. Вот, из-за этого визуально должно отличаться. Ну, и фактически по использованию. Вот, мы вот над этим работали. То есть именно разрабатывали эту модель. Это очень долго, муторно и долго. А самое главное, найти очень сложного производителя. По факту, я многие годы работал, я просто не мог найти производителя. Пока я не нашел, вот объясняешь, делаешь и выстраиваешь структуру. То есть когда мы это начали делать, мы где-то около года потратили на то, чтобы как понять, как производить вообще. Ну, вот берешь крем, китайцы говорят, пришлите нам крем, мы его разложим по формуле и сделаем вам то же самое. Если вы захотите получше, будет подороже, если захотите похуже, будет, соответственно, подешевле. То есть как-то веры особо этим китайцам нет, чего они туда там наложат этот крем. Ну вот, ну и вот из этой же серии с любым другим товаром. То есть должно быть и доверие. Должно быть доверие производителя к нам, потому что никогда никакой производитель вам ничего не будет делать, чаще всего. Но только в одном случае, если вы закажете охрененный большой заказ, и все. Из-за этого должен быть этот баланс между тем и тем. Кастомизация глубокая, максимальная. То есть что можно сделать? Абсолютно уникальный продукт должен быть. Ну то есть абсолютно. Вот. Насколько это возможно, так скажем. Потому что, ну, грубо говоря, кроссовок, он есть кроссовок. Все поймут, что это кроссовок. Ну, в любом случае, там, там, сукони, он там, задник похож на Nike, там, перед, на Puma, там, какая-нибудь модель. Ну, то есть подошва, там, добавленный, там, фуан, там, или еще что-либо, там, я не знаю, пена, там. То есть у всех примерно похоже, там, разное. Одно и то же называется у разных производителей, похоже, разными, там, вот этим, что они там регистрируют. Вот. Начинается все. Теперь вот эволюция. Первое начинали мы еще с упаковки. Самое первое, то, что я мог изменить в своем товаре, когда я шел именно от простых товаров, непосредственно к бренду, это начиналось с упаковки. Ну, я не знаю, ну, года три-четыре мы, наверное, во-первых, выстраивались. Да, я помню, очень много разных итераций. Делали практически. И супердорогие. Итерации вот эти, да, они проходили просто, то есть начинали, вот есть базовая упаковка, она бесплатная. Соответственно, естественно, что мы взяли дизайнера, дизайнер нам нарисовал на этой упаковке. Поработали, оказалось, какие-то моменты. Например, она разваливается. Например, там, вода. Например, она мягкая. Например, она складывается. Например, она, если у нас большое количество возвратов, а товар нормальный подлежит продажам, предцентр нам говорит, а коробка изуродована, неудобно. Значит, надо, наверное, коробку, чтобы легко открывалась и закрывалась. Соответственно, бывает, где-то при переезде товар портится из-за того, что упаковка плохая. Ну, то есть, такие вот начинаются моменты. Ты начинаешь думать, так, базовая упаковка бесплатная не очень с нашими нанесениями, а сколько будет получше упаковок. И ты начинаешь уже вникать. Такая картон, толстый, тонкий, там, разные моменты. Я по упаковке хотел бы отдельно просто поговорить. Вот. Ты начинаешь упаковку эту делать. Конечно, в итоге я в разных товарах, там, жестких, там, например, в каких-нибудь, там, своих этих пестицидах, там, одни упаковки дошел до них, потом вернулся к другим. То есть, менял разные варианты, потому что каждая упаковка – это момент качества продукта, потому что, в любом случае, покупатель, когда покупает, он сначала получает в руку упаковку. И у него уже субъективно менее складывается от товара, зависит от упаковки, что на ней написано, какого она качества. То есть, органолептические, в любом случае, там, как она на ощупь, жесткая, твердая, мягкая, или кому как нравится, в любом случае. Вот. У меня есть, там, специфика. Я люблю минималист. Я не могу сказать, что, там, я фанат, там, Apple, там, и так далее. Но, в любом случае, там, я, скорее, фанат Xiaomi. У них настолько максимально дешевая, но одновременно она не складывает впечатление, что она дешевая упаковка, там, из самого тонкого картона, который только возможен. Но он сделан настолько классно за счет ножа, за счет структуры, за счет некоторых нюансов, которых люди, которые только занимаются упаковкой, понимают. Вот. Наверное, есть, кто намного лучше меня разбирается, потому что я как заказчик, в первую очередь, выступаю. Я просто вникал в это. Вот. И это максимально дешево. То есть, они делают дешево и качественно. Вот. Я стремлюсь, в принципе, к этому. Потому что на амазонских продавцов, ну, кто построил бренды, практически я особо большого количества не знаю. Если есть, это просто, там, на руке просто посчитать. Вот. То, что, там, люди бренды продали, купили. Мне как-то это ни чести не дает, ни, соответственно, ни плюс, ни минус. Ну, хорошо. Продали, кто-то купил. Ну, вот. Что купил? Не знаю. Кота в мешке, я считаю. Амазон – это амазонский бизнес, а не наш. Вот. Сегодня он есть. Если у нас другие каналы… Амазон – просто один канал сбыт. И все. У меня есть мечта, совсем другая. Но Амазон – просто один канал сбыт. Есть огромное количество других каналов сбыт. Я не говорю про Walmart, не говорю, там, про Shopify. Я говорю просто и retail, оп, розница, там, там, оффлайн, я имею в виду. Там, огромное количество каналов сбыт. Вот. Просто мы чаще всего, многие, так скажем, находятся и в той же Америке. Тяжело проводить переговоры. Тяжело продавать это оптом. Там, тяжело искать дистрибьюторов, фирмы, там, и так далее. Потому что у всех разные штаны. Ну, вот, упаковку, когда ты сделал, я реально несколько лет постоянно что-то измел. То есть, каждая поставка, я что-то пытался улучшить в упаковке. То есть, оставил негатив и много потеков в упаковке. Упаковку мы как бы сделали. И, в принципе, наверное, конечная форма и дизайн упаковки. Ну, вот. Ну, сколько мы делали, наверное? Года четыре, наверное, да? Ну, так, к чему-то мы пришли. Вот сейчас, на данный момент, я, в принципе, успокоился более-менее. Да, экспериментировали долго. Да, то есть, закончил как бы. Нюансы даже, помнишь, вплоть до того были, что, как бы, ну, размер упаковки, опять же, зависит от того, как товар туда уложен, зависит от того. Да, розетка складывается, не складывается. Да, влияет на размеры. Это, соответственно, там иногда до 20-30% увеличило стоимость доставки. А когда фраг был дорогой, с Китая, когда вот в COVID, там вообще сумасшедшие деньги можно было потерять просто на непродуманной упаковке. Более того, у меня история была, когда ошибаешься, там бывает в нескольких миллиметрах размер и попадаешь из-за этого в другую подкатегорию, то тоже потом неприятные дополнительные фи появляются, всякие оверсайзы, либо там вместо смол стандарт попадаешь в власть стандарт. Тоже очень много моментов, которые в конечном итоге являются. То есть, это все очень... Постепенно ты улучшай качество, она все равно себестоимость растет. Вот постепенно, постепенно. Но если ты начинаешь думать уже о других вещах, можно ее значительно уменьшать. И чем ты более прокачанный, соответственно, вот я даже сегодня человек-моргар, он говорит, упаковка, это же дорого. Это недорого. То, что ты можешь сократить и впрямую, вот я, у нас там группа товаров, которые стоят там 50-70 центов в закупке сам товар, а я дошел до упаковки чуть ли не до 50 центов. Ну, то есть, какой-то маразм. Просто я на это взглянул, и мы в два раза сократили себестоимость просто нанесения логотипа. А надо оно на дешевый товар. 18 центов, извините. Можно за 30 центов нанести логотип. Ну, на 50-центовый товар. Да, если ты сделал молды уже с логотипом, ты уже на этом экономишь. Это хорошо. Но, опять же, молды денег стоят. Ну, как бы, в любом случае, ты заранее подумал, и ты уже молды не наносишь. Но это не везде возможно, потому что, если тканевый, ты, соответственно, должен нанести. Это вот 18-30 центов. Соответственно, извините, тут уже надо подумать. Упаковка. То же самое. Мы дошли вот до 50-центовых товаров. Ой, да, да, вот этих упаковок. Когда ты вот эту вот бумажку отрываешь, вот эта клейка, там, поверхность и так далее. Вот эта вот у нас там самая дорогая была. Но в бумажной упаковке свои нюансы. Во-первых, ее подогнать под размер продукта сложно. Во-вторых, соответственно, она намыкает. В-третьих, она мнется. В-четвертых, если она одноразовая, то ее распакала. А ее клеят, как обычно. А клеят непонятно. А мне непонятно, каким клеем, да. Да, вот. И здесь момент еще возникает. Это именно то, что она одноразовая. Ее открыли, закрыли и выбросили. А у нас, соответственно, получается, для некоторых товаров большой процент возврат. Ну, как на одежде, например. То есть там 10 процентов возврата или там 15 процентов возврата. Вот. И здесь получается, когда ты узнаешь, преп-центр с тобой работает, говорит, у вас там товар отличный, но упаковок нет. Давайте присылайте упаковки. Мы, соответственно, с разными товарами вот это вот перерабатываем. Где-то мы могли прислать. Плюс есть упаковка, которая в разложенном состоянии, в виде листов присылается. Ее собрать можно. А есть упаковка, которая, соответственно, уже такая, ну, в 3D формате прилетает. Вот. И от этого. Когда мы упаковкой вот эту вот постоянную трансформацию делали, мы уже поняли, что, ну, этого не хватает. То есть, потому что у меня была афишка. Я делал фотографии. Соответственно, фотография из продукта и упаковка. Но упаковки тоже разные нюансы. Например, на начальном этапе я любил на упаковку нанести товар. И получалось, у меня стоит упаковка. На упаковке нарисован наш товар, и рядом стоит еще наш товар. Мне, например, это постепенно, как это, ввело в такой ступор, и мы постепенно это убрали. Но упаковки, как мы знаем, на Амазоне, на первой картинке, мы ничего писать не можем. А по факту упаковками мы можем воспользоваться как угодно, абсолютно. Мы написать можем там что угодно. Ну, хоть там, я не знаю, любой запрос попросить. Название, например, когда товар ваш очень сложно выделить. Все, например, без упаковки стоят, вы с упаковкой. Если все с упаковки стоят, уже упаковки смысла нет. Но на упаковке можно написать много полезной информации. Очень важно, что это за продукт. Главное его название. Главное его функции. И понятно, что картинка маленькая. Надо это тоже иметь в виду. Не надо много там мельчить, каких-то там вот этих нюансов писать. Когда белый продукт, белый продукт на белом фоне, вообще сложно выделиться. А упаковка яркая и уже есть. Да, и упаковка тоже. Упаковка, это фишка, да. От белой упаковки мы тоже ушли сейчас на данный момент во многих местах. То есть вот этот баланс между вот... Вот эти микромоменты, то есть ты сделал, например, там пакетиков можно заказывать. То есть ты делаешь какую-то упаковку, соответственно заказываешь на заводе эту упаковку, 10 тысяч штук. Вот пока ты их не выберешь, ошибку сделал, что-то там... А потом думаешь, блин, надо дизайн чуть-чуть по-другому. А там на листинге, на Амазоне потом заменить. Полгода я замену делаешь этих картинок. Вот, то есть очень много нюансов. Из-за этого есть просто опыт, который уже люди прошли. И можно сказать, вот если ты так сделаешь, то может быть вариант такой, если так, то вот такой. И ты, соответственно, уже выбираешь. Просто когда у тебя есть варианты, например, тот же на Амазоне, вот мы вот этими пакетиками занимаемся. Есть зип-лок, соответственно. Есть без зип-лока, можно запаять. Зип-лок будет стоить там несколько центов. То есть ты можешь сэкономить. Бывает зип-лок, а смысл запаивать. Запайка нам выставляли там 0,8. Извините, там пакет стоит 20 центов или 15. И 8 центов его запаять каждый. Это, опять же, время производства. У китайцев там, соответственно, автоматизации толком никакой нет. На многих заводах ее нет. И все ручную делают, как бы там ни было. Соответственно, а есть бегунок, например, который открываешь, закрываешь. И тебе, если надо, например, товар, чтобы была... Ну, не вукамизация, но чтобы не было вот это испарение и всего остального. Ты, соответственно, должен в любом случае его запаять. Если тебе это не принципиально, тебе нужен там многоразовый пакетик, ты, соответственно, уже другие варианты рассматриваешь. Есть фольгированный, есть, соответственно, с картоном. То есть вот просто только по одной упаковке можно говорить бесконечно, по большому счету. Вот, я уж молчу там про всякие другие форматы, которые ты даже сказал про просто размер. Надо учитывать размер продуктов. И бывает, что просто оверсайз. И весь смысл вообще этого бизнеса только в одном месте ошибся. И вообще все пролетело в никуда. Хотя продукт, он плоский, грубо говоря, да, я имею в виду? Ну, по одному из размеров он просто будет заходить. И здесь уже надо думать, что с этим, с этой упаковкой делать. Вот. Продукты, соответственно, я уже сказал, упаковки стало недостаточно. Начали постепенно переделывать продукты. Первая задача была какая? Товар должен быть уникальным. Товар должен быть уникальным. И чтобы его функционал был как минимум тот, который у лучшего продавца. Только единственное, я на начальном этапе рассматривал именно продавцов. В первую очередь, Амазон анализировал. Потом, когда мы начали уже производить любые другие продукты, я стал смотреть вообще вот везде, где только можно купить продукт. То есть там мы, соответственно, искали аналоги по всему миру. Просто бессмысленно ориентироваться на Амазоне, потому что на Амазоне очень многие просто склейку сделал, в топ залетел. И смысл у него анализировать? У него там эти отзывы, а там, я не знаю, от ведра какого-нибудь дырявого. Сегодня он поработал месяц. Да, и мы там торговали. Мы часто сталкиваемся, что, к сожалению, многие видят топовый продавец, круто продает, и давай его анализировать, смотреть, что у него. А там нет ничего, там пустышка просто. Он может быть даже реально, у кого-то склейка висит один день, а у кого-то висит годами. Просто смотришь, почему так происходит. То есть, ну, непонятно. И там делаешь не только манипуляцию отзывов, там куча моментов. Я вот начинаю бренды сейчас изучать, и когда я запускал товары, я анализировался, отталкивался исключительно от Амазона. Потом вот сейчас... Хотел бы мне еще вопрос, вот, ну, как раз-таки вот по, ну, начал ты с разработки новых продуктов. Можешь там просто остановиться, в частности, например, с какими сложностями ты вот толкнулся, например, когда вот, ну, одно дело, когда ты берешь готовность... Самое важное, самое важное, это надежный производитель, который тебя понимает. Вот я говорю, я реально нормального производителя нашел лет через шесть только, причем случайно. То есть, тот человек, просто производитель, производит группу товаров одну. Я говорю, а вы можете вот это шить? А нет? Ну, мы посмотрим. Посмотри, я не знаю, даже сами они шьют, у кого-то заказывают. Меня абсолютно устраивает. То есть, здесь вопрос методики производства. Очень сложно, то есть, я восемь лет, я не понимал. То есть, мы вот занимаемся товарами для ног. Вот у нас вот этот бренд есть. Соответственно, и наш производитель, я туда, там, и в Китай ездил, и так далее. Ну, барахло, просто барахло. С ними разговариваешь? Да, неплохо, да, нормально сделали. И многие они товары нам переделали, и мы с ними до сих пор работаем. Но вот такого качественного скачка нет. И это касается и пестицидов, и так далее. Я и пестицидных товаров кучу наделал, там, разные. Вот, просто есть товары, которые ты производишь. Мы ходили по выставке, ты помнишь, на фабрике, который делал для Xiaomi и для Miniso. И мы взяли там кусок какой-то там херней, там, я не помню, какого-то уложнителя, и ходили по другим фабрикам, показывали. Вот, смотрите, нам вот такое. И тогда на выставке для меня было тоже открытие, что наш бакзапер, 3D-рендерщик, нарисовал вообще по-другому, и вживую он выглядел по-другому. Для меня вообще был шок. И я после этого 3D-рендером отказался работать, потому что, да, с простыми, твердыми, там, какими-то этими они могут нарисовать. Но для меня визуализация, это важно, чтобы продукт, он лучше будет чуть-чуть хуже выглядеть, чем чуть-чуть лучше. А 3D-рендерщик, это в лучшем случае, он нарисует его лучше, чем он на самом деле выглядит. То есть уберет все зазубрины, уберет всю там... Ну, то есть он чаще всего это улучшайзер происходит. А в худшем случае это будет мультипликация какая-то. То есть вообще, то есть вера не, что это вообще так товар выглядит. То есть, ну, наверное, я таких товаров сейчас просто будешь листать, если ты пойдешь каким-то там пластиковым вот эти вещи, там какие-нибудь, ну, я не знаю, да, огромное количество товаров с пластикой, и народ перебарщивает с этим 3D-рендером. Вот, вообще не мое. И вот тот как раз решающий момент был, когда от него отказался, исключительно вот по нашему этому бакзаперу. У него там сложная, это, как вы говорите, форма конуса, срезанный конус, и там надо было радиус, соответственно, вот это все. Ну, то есть реально это сложная фигура была, хотя ему все замерили размеры. Я когда увидел наш 3D и реальный продукт, вот это вообще разная вещь, вот. Да, там много моментов, и вот этот пластик… Кстати, очень важно многим съездить в Китай хотя бы раз, вот если уже работают с кем-то стычками, чтобы посмотреть вообще, как их продукты производятся. Это для многих будет сюрприз вообще, в принципе. Ну, по факту, по факту. Так как я оффлайном занимался, я всю жизнь по этим выездкам ездил, для меня это как дом родной. Хоть я там на английском не разговариваю, мы с тем самым переводил, что я говорю. Вот, то есть мне нет проблем разговаривать с людьми, потому что это как бы моя всю жизнь работа была. Вот, и в принципе, к чему я дальше стремлюсь. То есть продавать не только свой бренд, не только один бренд, а какая разница, дистрибьютировать нормально, просто одно дело дропом, одно дело закупаться, это все такая своя специфика. А если быть эксклюзивным дистрибьютором, продвигать эти товары, это как бы такая основная мечта, и продвигать эти товары, пускай там на том же Амазоне. Все науки есть по дистрибьюции, по оффлайну, как это работает, какие более-менее понятно, но просто больше уникать и переговоры проводить. Потому что какая проблема? Одно дело ты продаешь какой-то no-name бренд непонятный, и вот мы сейчас нуля выстраиваем вот эту всю историю, и ищем потребителя своего вот этого, ну то есть того потребителя, которому мы будем закрывать эти потребности. А когда уже отработанный бренд годами, десятилетиями, у них уже отработана линейка, то есть если я этим брендом занимаюсь 5 лет, а так скажем суммом 3 года, то у людей там бренды десятилетиями, ну про столетия уже говорить не будем. Вот, уже все отлажено. У них есть свои проблемы, свои проблемы с ритейлом, чтобы контроль цены с контрафактом, контроль, соответственно, качества, контроль дистрибьюции, опять же, связанные там со всяким моментом, или, например, вам дают зазор определенный, там 30%, вы там не можете дешевле или дороже продавать, то есть у тебя, соответственно, такие же акции и все вот эти вот вещи, потому что как там в одном магазине сегодня акция на этот продукт, неделя прошла в другом магазине, или одновременно у каждого производителя своя стратегия. Все по-разному дают бонусы, все по-разному дают там категории цен, типа цен, и когда мне рассказывают о том, что цена зависит только от закупки цены, это вот стартовый, когда ты вообще ни о чем, вот это как раз разговор об этом идет. Сколько ты меня закупишь? Это оптовик, это когда у тебя нет вообще никакой политики, тебе просто надо продать, соответственно, ты приходишь, я возьму вагон, а я возьму полет. Вот, и ты от этого, соответственно, отталкиваешься. А если у тебя есть стратегия, у тебя каналы закрыты, ты, соответственно, можешь открыть тебе этот канал или закрыть. У тебя есть кто-то там тебя представляет или плохо, а как конкуренты? То есть, ну, тут целая наука. То есть, я всю жизнь этим занимался. Онлайн – это совершенно другая история. Здесь мы говорим именно, как запустить этот новый продукт. Я говорю, проблема трафик. На данный момент для новых брендов достаточно сложный. Да, вот сейчас очень многие там запускают там большое количество товаров, небольшое количество привозят, соответственно, что зацепилось, соответственно, начинают там довозить, уже там в него больше вкладывать, но это всегда будет разрознено. Да, можно в эту тему зайти, отобрать себе какие-то товары и эти ниши дальше развивать. Ну, бывает, там этих ниш просто нет. То есть, это просто товар одного там или это трендовый товар. И как они сгорают, насколько быстро, то есть, это все зависит от стратегии, к чему мы стремимся. Ну, вот. Ну, в принципе, что, по товару, какие еще вопросы? Вроде все рассказал. Запустили мы вот это производство. Классный производитель. Классный производитель, соответственно, мне, в принципе, все производители сами рисуют, 3D-рендеры и все остальное. То есть, мы отрабатываем, они производят продукт, присылают. Мы руками там все это трогаем, если все нормально. Классный производитель уже потом при производстве сделает более качественную продукцию. Не классный продукт, а не классный производитель присылает чаще всего лучше, а потом делает хуже. Вот. Вот здесь вот в этом вся проблема. И вот когда ты доверяешь уже производителю, это все намного быстрее работает. Вот. Вот он понимает тебя, что ты его не кинешь, он потратит свое время, силы и произведет этот продукт, а ты, соответственно, делаешь заказ. Ну, можно заранее, предварительно оплатив какой-то там процент. У нас такого, как бы, такой необходимости сейчас сегодня. Ну, да. Еще важно как бы устраивать нормальные отношения с производителем. Да. То есть, ты должен адекватно давать ему задачи. Вот сейчас у нас несколько задач провалились, потому что я говорю, у меня есть интересный продукт, я им даю. Целый месяц они нанимают отдельного дизайнера. Целый месяц он этот товар рисует. Я говорю, я его не возьму. Потому что чем он отличается? Извините, мол, 14 с половиной тысяч долларов стоит, то, что много мелких элементов. Я просто не понимаю, а чем он отличается? То есть, это просто то же самое, но немножко. А мне нужен дизайн. А для дизайнера, самое главное, креативность. Вот. И если он не делает чего-то такого, что там, ну, я не знаю, там, в каком-то стиле, там, хай-тек, там, я не знаю, там, рок-обарокко, да все равно. Если у него нет вот этой вот внутрянки, если он просто делает обычный продукт, здесь он квадратно, а здесь он закруглил, здесь, соответственно, нет вмятина, а он сделал вмятину или выпуклость. Ну, это как бы, это китайский дизайн. То есть, вот как раз они берут одинаковую модель, немножко изменили, вот тебе как бы новые. А по факту, покупателю какая разница? То есть, у него 20 тысяч отзывов, у тебя ноль. Ну, у тебя должно быть прям конкретное отличие. То есть, прям вот, да, видно, кто это вещь. Наш первый совместный продукт, который мы запускали как раз-таки, он был дороже закупки, наверное, раза в четыре, чем основные были конкуренты. Помнишь, мы тогда выбрали... Да, мы рисковали, то ли за 50 центов, то ли за 3 доллара. Но при этом он выглядел просто, ну, я не знаю, как, блин, как айфон и там какой-нибудь, не знаю, старый какой-нибудь телефон, да. То есть, настолько дизайн отличался, принципиально вообще другой был. То есть, он реально на тот момент, там, революционный дизайн был. Ну, поэтому, конечно, важно. Там зашел, отработал. Сколько лет мы на них, на этих товарах работали, со временем все это ушло. А ушло, опять же, по другим причинам. Вот сейчас, если вот назад на это посмотреть, первая причина, это то, что функциональность. То есть, вот, его купили, понятно, но он должен реально приносить пользу. Если он не приносит пользу, вот он генерит негатив, к сожалению. Это первый момент. И второй момент, когда... Ожидания не оправдываются, да. Ну, вот сегодня только читал, у меня то одна звезда, то пять звезд. И люди прям пишут, что вот у него все ништяк, у него там много мошек, и этот бакзапер убивает, и ничего там не трещит, что он тихо убивает их. Я не знаю. То есть, а вот, например, я тоже не понимал. Ну, пример обычный, я так даю, я сам говорю, вот термосел, предположим. Чем отличается термосел от бакзапера, обычного электрического? Ты его купил, этот бакзапер, и как ты можешь с аудиторией работать? Написать ему, вот вам повышенная гарантия. Ну, извините, писали, продали там, я не знаю, несколько миллионов этих штук. Особо никто не писал на по этой гарантии. То, что это фуфел. Ну, когда вы телевизор, да, гарантия дать телефон. Ну, когда товар покупаете за 20 баксов, никто вам по гарантии, ну, не попрет народ, не дурак. Очень много вот этой ерунды, которая сейчас вот в интернете, которая вот кто-то где-то услышал, кто-то сказал... Да, не работает это. Просто проверим уже миллионами продаж, не работает. Для каких-то товаров работает, для каких-то работают. То есть, это не универсальная вещь. Вот. И, соответственно, у тебя это дешевый продукт, и ты взаимодействовать никак не можешь. Куда ты дальше будешь расти? Ну, да, там несколько вариантов есть. Большой бакзапер, уличный бакзапер, там, еще что-то. И все. У тебя нет расходников. Идеальный продукт, это продукт, который, он как там какой-нибудь Нескафе, а не эту кофемашину за бесплатную им будут давать. Главное, чтобы у них капсулу покупали. Не важно, какой кофе, не важно там что. Главное, чтобы купали расходник, а не зарабатывать на расходниках. Из-за этого я на тормозов в те времена смотрел, думал, вот дураки, какие там эти там. У нас вот вещь вечная. Поставил, и вообще кайф. Я рассуждал со стороны покупателя. Она со стороны продавца рассуждает. Вот это элементарные такие вещи, которые с годами приходят. И они просто производят этот продукт, соответственно, и продают они свои патроны. Там или там капсулы, таблетки, там, не важно. Лет 15 уже, наверное, он продает. И самое главное, они привязали, они продали огромное количество этих приборов, а желательно все эти таблетки, все эти капсулы и все остальное должно быть уникальным. Собственного производства. Левого, чтобы чем меньше, тем лучше. Все, и ты продавай эти капсулы, блин, пока, там, я не знаю, там, сколько времени. Вот пример бренда. И ты, когда вот этим брендингом занимаешься, ты думаешь, 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 емае, а вот это не учел. А у тебя уже товары, там, я не знаю, там, на миллион долларов, емае, ты уже закупился. И ты вообще там уже врюхался в это. И ты сидишь, реп учишь, как же мне туда вот пойти, чтобы вот что-то... И таких вот ошибок ты вот идешь, идешь, идешь. Это вот только с опытом приходит. И упаковка. Я раньше думал, что бренд позволяет делать брендовую наценку. Из-за этого я все товары брендировал, из-за этого я делал максимально качественные упаковки, как я считал, как я мог его произвести и так далее. Со временем я очень много увидел брендов. Понятно, что есть дорогие, дешевые, там, не важно. Но вот именно нормальные качественные совокупные сочетания качества и качества потребительских свойств и цены просто убойные, что даже я понимаю, я с этой фабрикой работаю, которая для этого бренда делает этот продукт, у меня получаются практически такие же цены, как у них, как они мне заявляют, по крайней мере. Но я даже не вписываюсь, то есть я не понимаю, ради чего это делается. Я понимаю, что, например, вот мы занимаемся стельками. Шоль продает стельки, там, я не знаю, они сами не продают. Продают или Амазон, или дропшиперы. Я понимаю, что какая-то часть из них, естественно, фейк. Ну, даже фейк, он все равно себестоимость какую-то имеет при любом раскладе. Соответственно, там, торговать товаром за 12 долларов при себестоимости, ну, в любом случае, как бы мы там считали, там, ну, доллар 80, ну, два, ну, невозможных за 80 центов сделать. И плюс они тяжелые, обгабаритные, там, упаковка стоит денег, того-того-того, даже если ты фейк делаешь. Вот, вот и получается. А люди за 12 продают. Из-за этого и бренд также дешево продает. А что бренда? Он оптом продал, ему все равно. Он заработал свой доллар, предположим. На действиях они в очень плотности сидят. Вот. И за это и я у себя начал вот сокращать, на чем возможно. То есть, чтобы сочетание, совокупность характеристик не упало, и было это максимально дешево. Тогда можно быть конкурентным. Вот. Смотри, насколько вообще оправданно, и вообще, ну, насколько я знаю, что ты делаешь, допустим, брендирование, молды брендированные, то есть прям тиснение, даже вот именно. Это, ну, понятное дело, что это эксклюзивность определенная, то есть эти молды с большой вероятностью вряд ли будут использованы для производства аналогичной продукции для конкурентов. То есть это с целью защиты или с целью там... Однозначно, да. Если я буду делать какие-то сложные приборы, я вообще, я не знаю, каждый элемент буду брендировать, потому что я китайца проконтролировать никак не могу, к сожалению. Вот. Все равно веры нет. Огромное количество примеров там, что ты придумал продукт, его запустил, запатентовать. Это там застрелишься, все этих ухищрений очень много, но это все сложно. Самый простой вариант. У меня продукт состоит из пяти составных частей, грубо говоря. Я просто-напросто на каких частях я могу нанести свой бренд, на них я нанесу. В любом случае, я понимаю, что внешне, соответственно, они в любом случае внутреннюю часть могут мою засунуть, но как бы тут уже ничего не сделаешь. Ну, по крайней мере, максимально усложнить эту задачу я никому не верю. В любом случае. Я понимаю, что вот сейчас я продаю небольшое количество, никого это не интересует. Но вот только ты начинаешь продавать, вот у нас был этап, хорошо у нас там штук пять товаров зацепилось. Ну, там в Англии мы давно продаем в Европе, но это ладно. Вот, а это прямо штук пять. Нам предложение о том, чтобы... То есть они же не знают, что это я продаю, тем более мы там продаем с огромным количеством магазинов. Они не понимают, как это происходит. Они... У нас на всех упаковках написаны контактные данные. То есть для сотрудничества, для этого, для того и так далее. Вот, они просто пишут, хотим сотрудничать, я говорю, где? На Амазоне. Я говорю, на Амазоне интересно, любые другие каналы, пожалуйста. Вот, то есть чем ты более успешный, тем, соответственно, у тебя возникают другие, новые, новые, новые проблемы. Один товар у тебя, десять товаров, неважно. Все хотят зарабатывать. И зарабатывать, чем легче, тем лучше. Соответственно, самое легкое, когда ты в топе сидишь, ты, соответственно, писал бренду, все грамотные, спросил, зазор цены есть, я, соответственно, беру. Почему нет? Вот, если я на данный момент буду в этом заинтересован, соответственно, то почему нет? Это нормальный вариант. Из-за этого, если ты будешь классно продавать какой-то продукт, вот, например, мол, там, 15 тысяч долларов заплатишь, да я не удивлю, что китайцы спокойно его будут использовать и пытаться продавать. Ну, вот, понятно, что не под этот торговый марк, под другой, ну, пускай хотя бы на этот молд потратится. А так у них вот все, все возможности есть. Согласен. Ну, давай плавно перейдем уже к ребятам, да? Да, поехали. Ну, поговорим, наверное, сначала про дизайн, да? Такая одна из плавно перетекающая тема, то есть, вообще, какие есть возможности дизайна на данный момент, да? Опять же, почему там, например, мы затрагивали там фотографию, да, либо 3D, опять же, там, есть просто фото, есть там плюс, есть плюс премиум, да, и там магазин. Почему это важно? Насколько это должно быть сбалансировано? То есть, ну, я думаю, Оля лучше об этих нюансах расскажет, да, Оля у нас. Ну, да, мы с Денисом много экспериментировали и с 3D-моделями разными, действительно, это в большинстве случаев немного лучше, чем в жизни, вот, поэтому, ну, наверное, уже как пару лет мы вообще отказались от 3D, перешли на фотографию, ну, как бы, я считаю, вот, совместно дизайн и хорошая фотосессия, это 100% качественный листинг, вот. Со стороны дизайна, вот, я попыталась вникнуть как селлер, посмотреть на это все с другой стороны, то есть, стала тоже продавцом на Amazon, посмотрела на все изнутри, и, то есть, очень много для себя сделала выводов и о дизайне, и не только о дизайне, вот. Считаю, что хорошее фото действительно важно. Фото и дизайн, инфографика, наверное, понятная, доносящая, как бы, смысл самого продукта, вот, это все однозначно улучшает коммерсию. С чего стоит начинать вообще, да, вот если там, ну, вот у нас появился продукт, да, то есть, какой правильный алгоритм, вот именно выстраивание работы именно, ну, со всем графическим контентом, то есть, в принципе, ну, у нас там, начиная там от упаковки инструкции, да, логотип условно, да, там, говоря, там, создание какого-то бренда, да, картинки общей, то есть, ну, и заканчивая там уже а плюс контентом, премиум контентом, там, и всякими разными видеороликами, то есть, вот какой, ну, вкратце есть алгоритм, да, как вот оптимально начинать работу, чтобы потом приходилось переделывать что-то, да, потом спотелись, блин, оказывается, у нас вот это вот не то, тут цвет не вяжется, то есть, каким образом должен быть выстроен вот этот правильный алгоритм? начинать, я думаю, нужно, если с графической части, то это логотип, это название, прежде всего, это логотип, считаю, что вот чем короче и громче как бы название, вот тем в дальнейшем проще с этим работать. База – это листинг, это хорошая фотосессия, это листинг, это, ну, упаковка, ну, не все товары можно упаковать и показать, как бы, на листинге бывает такое, что лучше показать именно сам продукт, вот, но с Денисом мы работаем, вот, мы считаем, что на упаковке можно действительно показать много информации, рассказывающие продукты, ну, таким вот способом, очень часто, кстати, я сталкивался с такой ситуацией, что, ну, мы сейчас использовали такую тему, да, Денис, изначально была шладкая идея, опять же, брокно, большими буквами писать сам продукт, потому что зачастую люди открывают продукт, какой-то, и не совсем до конца понимают вообще, что это за продукт, какой у него функционал, тоже из важных этапов. Ну, основное, то есть название просто и максимально там один-два вот этих преимуществ, которые можно разглядеть, потому что очень важно вот это все рассчитывать, размеры, визуализация и, соответственно, сам читабельность. Просто, если ты хочешь донести какую-то информацию, ты, соответственно, должен это все правильно сделать. Я бы хотел просто по этому сервису сформулировать весь смысл в чем, на мой взгляд, что мы сейчас пытаемся донести. То есть мы как бы, ну, я лично с своей стороны вижу это таким образом. Можно разговаривать бесконечно о суперфотографиях, можно разговаривать какие-то там, нанимать там, я не знаю, модели, если не берешь непосредственно каких-то лидеров мнения, там, какие-то суперзвезд, которые могут сами по себе привлечь внимание, все остальное, это, ну, как это сказать, машина гоночная, она просто гоночная машина. Она должна быть эффективной. И все. Она должна быть минимальных денег стоить, у нее должны быть там искусственные крылья какие-то и так далее, она должна быть просто с классным мотором, подвеской, тормозами и хорошим водителем. Вот весь смысл в чем. И здесь тоже. Можно лисинги делать и по 5000 долларов. Я помню, помнишь, какой сервис там раньше у нас был, когда там лисинги все эти по 100 долларов делали, они там за 800 и говорили, если у вас продажи не поднимутся, мы вам там деньги вернем. Я ж не помню, американский какой-то. Там типа так. Американский и подороже есть. Нет, нет, я вообще, к примеру говорю, то есть эта фишка была типа там развод и как ты там докажешь, да, то есть, ну, такой уже маркетинг такой. Здесь весь смысл в чем? Стратегия была, когда дети поступали в институт и были такие помогаторы, которые брали там. Ну, это понятно, это и в институте экзамены сдавали. Если ребенок не поступит, то типа мы вам вернем деньги. И то же самое в институте. Ты пошел экзамен, иди сдавай, сам сдал, но я же тебе помог, не сдал на деньги назад. Это все понятно, я не об этом. Я именно об эффективности. Я против абсолютно, особенно когда ты начинаешь или когда у тебя огромное количество, я против каких-то невероятных там трат на эти рейсинги. Я в это не верю, никогда не верил. Я считаю, что упаковка должна эффективной, недорогой, качественной, удобной, практичной. Ну, все должно быть в комплексе. Да, то же самое с фотографиями, все то же самое. Те же самые эти, как их звать, 3D-рендер. 3D-рендер классно использовать непосредственно в там, слои показать, разложить продукт на части там и так далее. Но просто не про первую фотографию я имел в виду. То есть я 3D-рендеры как бы не отказываюсь. Как дополнительный, как показать описание в том же АПлюс-контенте, это в принципе классная штука. Если человек может классно разложить все это. Весь смысл в чем? Для меня лично вот эта вот история, я смотрю с точки зрения продавца, а не с точки зрения фотографа, дизайнера там или еще кого-либо, маркетолога, с точки зрения продавца. То есть любая история должна стоить денег. То есть у нас здесь вопрос в чем? Стоимость и скорость. Чтобы сократить непосредственно стоимость, затраты всего остального, это вопрос времени. потому что мы в основном в первую очередь подаем свое время, компетенции и время. Соответственно, если правильно составить опросник, если правильно понять, если есть доверие к исполнителям, соответственно, то есть, грубо говоря, мы знаем, как это делать. Нам доверяют или не доверяют, соответственно. Если это делать, то можно это делать максимально быстро, эффективно и максимально дешево. Ну, по крайней мере, за разумные деньги. Чем растягивать это надолго, нанимать огромное количество каких-то, я не знаю, студий снимать и так далее. Вот этот баланс, как я говорил про тот же Шоль, когда ты продаешь качественный продукт, он не премиальный, он никакой, он просто качественный, классный продукт, который непосредственно выполняет свой функционал. Я рассматриваю вот эти вот лисинги именно с этой точки зрения. То есть, предположим, у тебя там 10 товаров, и что там за карты там по 3000 долларов, там по 2000 долларов платить. За это, за это видео, я вот когда, помню, себе в команду брал искал человека по видео. Таким мы находили у нас вот человек 150 долларов за видео одно делает, а другие также за 1500 долларов. И рассказывать, какая у них студия, оба разу, да мне это неинтересно. Если мне он гарантирует, что с его видоса я получу там где-нибудь там и на 10 продаж. А человек снимает на айфон, в тиктоке? мне это не важно. 5 миллионов просмотров. Тикток показал, да, тикток показал, что люди больше смотрят что-то такое триггерное и плюс короткое. Нет желания смотреть, даже в ютюбе была рекомендация не больше 10 минут, потому что уже соответственно алгоритмы хуже работы. Соответственно, видео до 10 минут, я уже не знаю, там новые алгоритмы какие. Вот, но весь смысл, что шарты и вот это все показал. И за это говорю, совершенно не факт, что это сработает. И зачем тратить эти деньги? фотографии, ну бывает, где-то можно и шаттерстоком спокойно воспользоваться. У меня вопросик, смотри, насколько правильно я понял, то есть, ну, понятное дело, можно там заморочиться, например, мы создали бренд, потом сделали там брендбук, проработали какую-то концепцию, да, разработали там дизайн упаковки, инструкции, там коробку, потратили на такуще денег, то есть, со старта, особенно если только начинаешь и запускаешь нишу, нет смысла упарываться в это все, то есть... Нет, нет, в том-то и деле, если ты профи, если ты уже понимаешь и с кем ты работаешь, тебе могут это посоветовать, я уже сказал. Да, понимаешь, нишу... Совершенно не факт, что у вас дороже упаковка будет, она, вот, например, завод всегда дает упаковку бесплатно, всегда дает упаковку бесплатно, но если, если мы берем, вот, например, те пакети, которые мы берем, они стоят 15 центов, ну, дизайнер, соответственно, нарисовать должен, это отдельно как бы там, это уже надо считать, но он по факту, нож надо сделать там, соответственно, дизайн, в любом случае, я еще раз говорю, это в первую очередь время, если мы этот нож, дизайн согласовываем за один день, он и будет там стоить, грубо говоря, не на там 50, там 100 долларов, а если мы будем месяц делать, ну, вот 30 дней умножить на 100 долларов, вот 3000, и он и получается, это раз, соответственно, второй момент, например, те же пакетики, надо, я уже сказал, там 10 тысяч, 5000, как договоришься, но это если ты собираешься с первой партией заказывать 5000, это как бы нормально, ничего такого нет, тем более, давайте не забывать о том, что мы же не говорим, вот, например, я бренд с нуля сдаю, я в этой теме там, получилось так, что я просто начал продавать товары сначала, и туда зашел, а есть просто производители, в которых там сотни, там тысячи товаров, и они, соответственно, им нужна, во-первых, консультация, какие лучше запустить, проанализировать рынок, и так далее, и для него упаковка-то идет, она у нее есть, просто надо ее оптимизировать непосредственно под Амазон, потому что это и хранение, это и, соответственно, ну, просто человек открывает, рвет, открывает, рвет, а так он открыл, посмотрел, не подошло, положил назад, отправили, у нас огромное количество было раньше негатива, о том, что им приходит открытый товар, все, эти проблемы ушли. Да, тут еще важный же момент, тоже в упаковке, например, как оно будет представлено, одно дело, когда тебе надо эту упаковку вешать, например, на стойку какую-то, да, там какую-то. А кто вешает, да, я раньше думал, я тебе все, можно делать, вот верлычки эти лишние, которые... Это ничего не стоит, это ничего сложнее. Ну, потому что если не один канал сбыта, к примеру, не только Амазон, люди заходят только на Амазон, да, поэтому тут много нюансов, которые... Каждому человеку, то есть я говорю, надо просто поподробнее, если, предположим, мы берем вариант производителя, это одна история, если мы берем человека, который хочет запустить товар с определенным бюджетом, это другая история. Здесь надо просто понимать, какое количество там мог он берет, то есть минимально вот эту партию. Если он минимальную партию берет, соответственно, и может себе позволить заказать товар, упаковку, которая непосредственно от количества зависит заказа, это одна история. Вот. Если... Мы не говорим про миллионы штук, я говорю, то есть это вот разговор от трех до десяти тысяч, но бывает пятнадцать тысяч. И при условии, что, например, у нас есть заводы, мы с этим заводом, с этим, с этим работаем. У каждого завода есть свои пастички упаковки. И получая устарк, мы на одном заводе заказываем, они говорят, пятнадцать тысяч минималка, а другой завод пять тысяч минималка, или там десять, я уж не помню. И мы, соответственно, заводы знакомим, и китайцы начинают работать с тем нашим заводом, которым мы заказывали по действию. При условии, что это в смысле партнер другого завода, это не наш завод. То есть они же, они все заинтересованы работой. Нормальная история, есть классные, крутые производства, которые специализируются на упаковке, они там собак... Это так и есть. Да. И у каждого производителя разное. Просто бывает, у кого дешево, но некачественное бывает. Просто большинство продавцов, они, понятное дело, они не парятся с упаковкой, они берут самый дешевый вариант, поэтому китайцы изначально находят самый дешевый вариант. Да, и даже если они кастомизацию делают, она все равно у них фуфловая. То есть даже ты же за те же бабки получаешь фуфло. Просто ты берешь, просто у них... Полиграфия, емое, размывается, читать невозможно, емое. То есть ты понимаешь, что есть Full HD, есть там 4K, а тебе делают там, я не знаю. Нет, ну от китайцев можно выжать качество. Я, к примеру, мне повезло, наверное, просто, что с первого раза попался такой производитель, качественно напечатал. Я прямо, когда получила образец, я прямо удивлена была, вот приятно. Ну вот, я и так говорю, там просто китайцы... То есть качают, есть, есть заводы, есть китайцы, которые действительно классно делают. Ну вот, конечно, есть, никто не спорит, я имею в виду. Тут разговора нет. Вопрос все зависит от цены, зависит от минимальной партии, зависит от миллиона факторов. Вот, и соответственно, я еще раз говорю, тот человек, который запускает вот этот товар, соответственно, надо понимать его потребности, то есть что он конкретно хочет. И то, что ты можешь сделать сразу хорошо, это не говорит, что тебе это будет намного дороже стоить. Вообще никаких гарантий. То, что если ты хочешь сделать непосредственно продукт уникальным, но одни молды стоить могут, я не знаю, там 100-200 долларов. Что это, дорого что ли? Да и вообще недорого. Ну я считаю, на сэмплы, да, надо тратиться на сэмплы. Нет, нет, я про то, что ты даже, вот, например, ты что-то хочешь сделать, ты нашел этот продукт. Ну я не знаю, там, вот эти у нас любят какие-нибудь товары для детей, вот эти вот, там, вот эти замочки, там, туда-сюда. Вот, по факту, молд вот этой, там, какой-нибудь, там, замочка, вполне возможно, может стоить, там, 1000 долларов. А может стоить, там, например, надо узнавать все это. И ты же просто нарисовал, чуть-чуть по-другому сделал, что визуально это отличалось. Ну я не знаю, там, как угодно. Детский формат. Вот эти вот, пластиковые головки сделаешь, там, в виде, там, медвежат, я не знаю, там. Ну, то есть, вот элементарные просто, вот эти изменения, и они будут стоить спокойно, может, на несколько сотен долларов. Надо об этом вообще думать, хотя бы начать с малого. Вот в этом моменте. Из-за этого запускать продукт можно совершенно по-разному. И себестоимость на это повлиять, ну, незначительно может. Так что это неправильное, так скажем, понимание о том, что это все стоит каких-то там невероятных денег. А заказывать дизайн вам в любом случае придется. То есть, в любом случае, вы или сами будете делать фотосессию, там, 3D-рендеринг заказывать, там, дизайнер, чтобы вам нарисовал, там, какие-то нюансы, даже элементарные. Ну, да, есть. Я начинал также. Мы, по-моему, пакетики вообще никак не брендировали. Ну, то есть, вообще ничего. Складывают эту бумажку, там, какую-нибудь, там, с текстом. И логотип. И все. Ну, то есть. Да. Ну, пойдем сюда по другим элементам листинга, там, опять же. А плюс контент, да, там, премиума плюс контент, опять же, магазин, стартфронт, да. То есть, какие есть нюансы, какие есть особенности, что мы можем... А, Саня, расскажи стратегию тогда. Как мы подходим? Да, исходя из нашего опыта, со всем этим мы работали, поэтому, в принципе, как бы тут, ну... Давайте вот я тоже расскажу немножко про это. Саша, как и техническими моментами перевладеет, занимается, есть ли какие-то сложности, нюансы, и что мы можем делать, и, грубо говоря, какие сложности возникали у нас, и в чем мы можем, собственно, помочь. Ну, начнем с того, что как листинг, так А+, А++, это инструменты, которые в первую очередь должны емко, но объем надо носить до покупателя те вещи, ради которых он купит этот продукт, благодаря которому он это купит. И это, как и листинга, и всех вот этих остальных инструментов касается, надо прорабатывать этот вопрос изначально, с момента ресерча, потому что очень многие, например, ресерчат товар, они смотрят там емкость ниши, смотрят сколько отзывов, сколько конкурентов, та-та-та, все это прорабатывают, чтобы выбрать какой-то товар. Но когда терчить для того, чтобы картинки получились максимально полезными, то есть подчеркнуть самое важное. И мы должны смотреть, к примеру, какой вообще уровень картинок в нише, да, если ниша некачественная, допустим, да, если у конкурентов там какие-нибудь там примитивный фотошоп, такие коллажи какие-нибудь, там, ну, китайщина такая грубая, то сделав просто какой-то такой более-менее ну, как сказать, киношный, вот такой вот красивый листинг, да, или а плюс с красивыми фотографиями, с гармоничной инфографикой, это уже сразу плюс к листингу, даже если там товар не является каким-то конструктивно уникальным и чем-то другим, просто если он красиво, профессионально смотрится, это уже сразу же плюс к экспертности товару добавляет, но даже если мы не делаем никакие кастомизации, это как бы первое, если в нише, например, ну, достаточно крутые игроки, если там контент хорошего уровня, такой классный, то надо смотреть какой там тренд, если там тренд просто эмоциональный, где там, допустим, показывают, модели в руках с этим товаром, показывают, как хорошо, там он что-то такое больше как бы художественное направление упадет, значит, соответственно, надо в этом тренде что-то вот искать фишки, которые именно в этом направлении как-то вот это выделить, соблюдая тренд. Если, например, тренд какой-то с инфографикой, соответственно, надо соответствовать реально хорошим трендам вещам, но в этой инфографике, ну надо же чем-то отличаться, но в этой инфографике надо показывать именно самое важное, а не то, что товар мягкий, желтый, розовый, с пупырышками, а именно вот самую суть, и показывать это надо. Какую проблему? Что? Такую проблему. Ну, да, такую проблему. Многие забывают, придумывают сами характеристики товара и пытаются показывать какие-то выдуманные характеристики, пальцев высосанные, а по факту, в первую очередь, надо показывать то, что хочет покупатель. Покупателю важно, например, покрытие, да, там, чтобы оно было не скользящее, значит, окей, об этом расскажу. Если там объем, размер важен, значит, покажи это. Если там цвет для кого-то принципиально, да, там часто бывает. сто процентов. Или вот даже пример, даже пример, куча, допустим, там, каких-нибудь товаров для ног, у которых там плюсневая подушечка мягкая, они все пишут софт, ультрасофт, мегасофт, софт, 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 да, но если почитать отзывы, да, вот когда делается ресерч, посмотреть, что там не так, оказывается, что, например, разделительная область вот этого носка между пальцем, между большим пальцем и остальными, ну, к примеру, натирает вот это вот место, и люди жалуются. А ты, когда вот это вот все посмотрел, отзывы, ты сделал товар, сделал правильный рукав, и ты говоришь, что вот этот вот, что вот этот вот рукав у нас, он удлиненный, допустим, он там какой-то хороший, и он вам не натирает. И уже люди, которые уже покупали эти продукты, вот в нише, они уже написали, они уже свои единицы поставили вот тем китайцам, и они видят, что, ага, ну, этот тоже мягкий, но этот еще и не натирает. И вот инфографика и листинг, вот оно должно максимально доносить самую суть, а не захламлять там какими-то текстами, какими-то там характеристиками, там вот этой вот всей шелухой. И вот чтобы сделать это красиво, то есть лаконично и емко, вот в этом заключается крутость листинга. и многие, которые, ну, правильно еще вначале говорилось, что если брать какой-то товар, который там офигенный BSR, там все у него классный, но он там на склейке сидит, но это тоже надо смотреть при всем при том, что контент у него такой себе. Нужно делать именно так, чтобы товар этот мог, грубо говоря, сам за себя постоять, чтобы в нем было все гармонично, чтобы он отвечал на все основные вопросы. Если вот это показано на листинге, о плюсе, о плюс-плюсе, вот это классно. из нюансов... Я хочу привести небольшой пример, чтобы было понятно. Я недавно там ходили в хайкинг с ребятами в горы, и, ну, там такая дорога была скалистая, каменистая, ну, прям такие острые такие местами, камни, скалы, да, и вот, пожалуйста, пример там мягкой обуви, да, то есть я пошел там в обычных бежевых куков, у меня там Асикс хороший, классный, все, но проблема, в том, что для хайкинга, понятно, внутри должно быть мягко, амортизировать все, но внешне подошва, особенно носки там, где-то, оно быть очень жесткое, потому что оно не должно продавливаться, потому что в эту мягкую подошву все камни и острые вот эти вот скалы прокалываются туда прям, и, ну, понятное дело, я все, каждый камушек на бой почувствовал. Одно дело бегать по асфальту ровным идеально, другое дело, поэтому, вот ты можешь написать, что какой офигенно ультрамягкий, а покупателю нужно наоборот, чтобы вот он, внешняя оболочка была максимально жесткой, и как это грамотно показать, донести, вот, кроме как... Когда здесь уже второй момент. Первый момент, знаешь, чем возникает? Первый момент тогда именно с точным описанием продукта, а второй момент оппозиционированием. Очень сложно понять свою аудиторию, и реально ты запускаешь товар, планируешь одно, потом по отзывам уже начинаешь этот листинг второй раз перекраивать, потому что идут определенные отзывы, от которых ты отталкиваешься, то есть вот это вот правильно оппозиционирование, ну, извините, там каким-нибудь там... У кого не было проколов? У любых корпораций, где там сидят кучи, я не знаю, невероятно умных людей с огромным опытом, и сколько они совершали ошибки, любую корпорацию возьмешь, и так будет. И здесь то же самое. Очень сложно это поймать, из-за этого в любом случае. Первого раза, да. Это можно попасть, это также можно случайно попасть. Вот, и ты там, я не знаю, там пауэрбанки берешь, там, я не знаю, там есть 10 часов, ампер часов, там 20, там 5, и думаешь, какой дурак 5 ампер часов берет в виде вот этой ручки. Ну, кто-то же берет, кому-то это надо, и ты начинаешь искать, что за аудитория, кто, как, почему. И постепенно, чем больше у тебя есть покупок, чем больше у тебя есть обратной связи, тем больше ты в этом разбираешься. Какие-нибудь школьники, студенты, какие-нибудь там... В самолеты нельзя брать, там, какие-то определенные там рейсы и так далее. И ты начинаешь уже понимать, так, вот сюда, сюда. И это таких вот моментов, микромоментов, чем дольше ты с товаром живешь, тем больше ты понимаешь. Вот. То есть заранее распланировать и сделать, или торговать одними тем же, что и другие, тогда возникает вопрос, а зачем ты нужен тогда, если люди уже это продают? Какая цель? На доллар дешевле продавать? Вот. То есть, ну, в этом весь и вопрос. Просто у Александра, у него смысл один. Это сделать, начиная от SEO, того же у нас, соответственно, прописать вот этих всех текстов, которые в плюс контенте, в тексте, в тайтле, в буллетах, соответственно, все, что было взаимосвязано. И лисинг визуализация, и плюс контент визуализация, именно тексты, они просто описывают вот этот вот функционал продукта. Что он делает, и какие проблемы, тем, какие боли он закрывает. Ну, да. А плюс контент в какой-то степени дает возможность свободнее высказаться про товар более повествовательным текстом. Потому что, как ни крути, в тайтлах, в буллетах всегда идет борьба за SEO-шность, за ключи. И уже во плюсе можно немножечко позволить себе там каких-то слов не совсем ключевых, но которые очень точно, очень точно, там не надо все равно написывать горы текста. Но там надо точно, показывать хорошими формулировками на американском, английском, который бы показывал правильные вещи. Допустим, фраза должна... И тут, наверное, в большей степени для тех самых дотошных покупателей, которые все-таки долистают. А раз они долистали, им интересно, значит, они хотят в каких-то деталях, нюансах разобраться. Вот смотри, первый этап это просто description, потом, а плюс контент, потом, соответственно, идет бренд-стори, вот это вот, не знаю, мне вот этот бренд-стори ни о чем. То есть, я не знаю, это надо каким быть, вот как ты говоришь, дотошным сидеть, вот это и историю бренда, это миссию еще напишите им, я не знаю, у нас, блин, один товар, там, я не знаю, фонарик, фонарик, да, фонарик, это ходить, там, по лесу ночью, там, я не знаю, там, вот, и там миссия бренда, у нее там один товар, это, то есть, ну, это просто как повод повесить витрины. бренд-стори, ты это делаешь, потом, а плюс контент, а плюс контент, когда я его увидел, я не знаю, практически его вообще не существовало, это плюс премиум контент, просто его не существовало, я увидел, что у людей, у кого-то в description, вот, вот, а плюс контент есть видео, видео, соответственно, это прикольно, во-первых, мы начинали сначала видео, это в лисинге, да, делали, потом, соответственно, появилась еще возможность лисинг, видео засунуть в этот а плюс контент, я, мы начали разбираться, что это за такое вообще чудо, вот, от этого оттолкнулись, то есть, первостепенно был, как бы, триггер это разместить видос, ну, вот это сделали, потом, соответственно, надо не забывать, там, в любом случае, есть эти таблицы, которые дают, там, сравнение товара, соответственно, отправляет людей. Да, это уже для дотошно. То есть для тех, например, кто все-таки пытается отсоединить китайцев от брендов. То есть как менять брендов? А ты уже хочешь посмотреть, а что есть? Какая есть линейка? А вдруг есть какие-то модели другие? Да, и сравнение с конкурентами можно, сравнение в своей линейке. То есть ты в любом случае уже переходишь на телесинги. Но еще раз говорю, есть просто контингент людей, мы вот их там отсеиваем, там латишами называем, там 50 или 70 процентов, которые тупо смотрят на количество отзывов. Рано или поздно это уйдет. Как ушло там, я не знаю, я все жду, когда вообще осталось только одни просто. Количество отзывов. Пускай у меня будет 5000 позитивных и 5000 негативных отзывов. Сиди, читай. Хочешь? Сиди, читай. Если не будет рейтинга, никому не будет интереса мне писать всякую дрянь конкуренту. Ну, гипотетическому. Или там еще кому-то. Он хочет, пишет такие отзывы, хочет, пишет. Ты пришел, ты приходишь. Зачем? А вот эта математическая формула, которая вычисляет какие-то там рейтинги у какой-то покупатель там с высоким рейтингом какой-то покупатель, с низким рейтингом, рано или поздно это тоже все будет меняться. В любом случае, уже в нишах уходит вот это вот. Они там делают там, соответственно, только рейтинги пока там. Ну, что-то, что-то они там меняют. В любом случае, они будут подкручивать и изменять рано или поздно. Соответственно, здесь мы работаем именно с продуктом. И человек, если у него там мозгового вообще не хватает, он смотрит только на этот отзыв, ему даже лень посмотреть, что это шапка, а отзыв на унитаз, вот, там, с фотографиями со всеми мы. Или там пишет, здесь отзывы не от того, да мы сами видим, что не от того. Что нам рассказывают? Ты сам от сей. То есть ты, чтобы смог написать этот отзыв, скорее всего, ты этот товар купил. А потом, соответственно, начал уже читать. Как это? Сначала используешь, а потом инструкцию начинаешь. Вот из этой основной массы, покупателей там Amazon или огромной части, почему вот эти все склейки, все это работает? Просто поэтому от невнимательности, наплевательского отношения. Потому что я не буду... Дорогой товар, то люди просто понимают, что в любом моменте могут вернуть, если что-то не понравилось. Ну да, да, тут вот эти все моменты. Согласен абсолютно. И получается у нас ситуация, что этот АПЛЮС контент, он как раз отличает непосредственно, неважно, маленький бренд. Понятно, что у крутого бренда вообще можно ничего не писать. Бренд написан, и привет. Там, блин, одна фотография, там, я не знаю, там, с коробки, коробка сфотографирована на iPhone, он по брендовым запросам покупается. Кому надо, он приходит конкретно такой, даже модели часто пишут, что вот конкретно такую модель, мы их откидываем. Мы говорим о именно приват-лейблах бренда, так скажем, которые на старте, которые уже чего-то добились, неважно, там, 100 миллионов у него в год обратили, какой. Пока нет брендового запроса, помимо Амазона, просто, да, неважно, Гугла, когда там нет огромного количества каналов сбыта, бренд, то есть он может быть региональный, просто, ну, в одной области делают, там, сгущенку, например, там, я не знаю, там, ну, не сгущенку, там, пельмени какие-нибудь. Вот, соответственно, их здесь в этом регионе знают. Понятно, что они заморожены, срок годности длинный, его можно в другие соседние регионы, там, можно в федеральный уровень вывести, но в любом случае бренды, они разные, они есть региональные, федеральные, международные, там, ну, и так далее, и так далее, из-за этого это понятно. Мы говорим именно о обычных брендах, которые, вот, так сказать, база у них первостепенно Амазон. Вот, и здесь, соответственно, как отличить нормальный от ненормального, а плюс контент один из тех моментов, который может реально показать, раскрыть продукт, не просто вот маленький вот этих картинок, а все-таки как-то более в другом формате, то есть это новый, другой формат. Люди заморочились, люди заморочились, да, стратегии у всех разные, подход разный, основная масса это делает, как и обычная плюс контент, тяпает просто вот эти вот блоками квадраты, бам-бам-бам-бам, накидал этих квадратов, написал там мой самый самый мягкий. Делают фотографии просто, слепили опять. Да, да, просто накидали туда, в лисинг сделал там, скорее всего, 1500 на 1500, а здесь, соответственно, сделал просто там квадрат, а тут прямоугольник, я просто нафигачил их. Тоже нормальный вариант, потому что надо его еще этот бренд, бренд премиум вот этот вот открыть. Соответственно, мы тоже помогаем как бы это самое открывать, ускорить вот этот процесс, потому что в любом случае там есть свои заморочки, если у вас там не огромное количество товаров, там надо еще попыжиться, чтобы его открыть. Если, опять же, есть смысл какой, если у вас товар реально интересный, вы считаете, что он такой, и есть, соответственно, хотя бы видосы, там, что туда накидать. Вот, потому что если один товар, если не с чем сравнивать, ну, в любом случае, понятно. Я еще раз говорю, я рассматриваю любой лисинг, это соотношение выхлопа от этого лисина. Вот, то есть все, во-первых, надо очень эффективно тратить деньги. И вот на этот лисинг... Лучший враг хорошего. Да, это один из инструментов. Не надо делать слишком, то есть если у вас обычные тапочки, не надо их делать как тапочки, там, от Armani, ё-моё. Просто у вас просто другая маржа и другой контингент вообще, ё-моё, людей. И для них важно, там, очень часто, чтобы эти тапочки просто долго в них ходить. А те, которые покупают какие-то бренды, вещи, вон они лежат, ё-моё, там, один раз одел, и потом еще 10 таких же тапочек купил. Не другие совершенно потребности. Ну, какие бы, какие бы не были потребности, контент должен выглядеть хорошо. Он должен выглядеть дорого, дороже, чем есть сам продукт. Потому что каждый покупатель, он всегда хочет купить за свои деньги что-то лучшее. И все равняются на экспертные брендовые вещи. И вот если даже обычный тапочек хорошо нарисован, лаконично, про него написано, что он будет долго ходить, что он сэкономит ваши деньги, ну, или там, по контексту, это всегда будет выигрышно. Чем это будет? Куча коллажей с какими-то непонятными символами. В любом случае, здесь есть момент. Расскажи подробнее, вообще, с какими нюансами сталкиваются люди. Просто, ну, вот, например, у нас очень часто приходит запрос, люди, ну, получили листинг, но у них есть сложность, там, залить этот листинг, да, там, кого-то там фотки, кого-то создаст. Нужно создать вариации. С вариациями я недавно сделал там очень мега подробное видео, и все равно у людей очень много вопросов возникает, что-то не получается. Ошибка, они там не до конца разбираются, где эти ошибки посмотреть. То есть, расскажи, какие вообще нюансы возникают, что мы, в принципе, можем делать, как можем помогать, то есть, опять же, там, плюсы, ну, по всему. Ну, скажу так, что, например, если брать период, допустим, если брать период, допустим, года три назад, то с загрузкой контента дело стояло все-таки проще. А сейчас Амазон очень сильно осваивает искусственный интеллект, и, конечно же, этот искусственный интеллект, ну, не всегда такой интеллектуальный, как про него многие думают. И возникает куча технических проблем, когда Амазон не хочет загружать фотку там по какой-то причине, например, там пакетик, и показав натуральные ингредиенты, мы там показали корень какого-то растения, к примеру. А в этой нише нельзя публиковать части тела с продуктом, к примеру, все, и робот начинает уже думать, что у вас часть тела нарисована на первой фотографии, и не прогружает это, вот к примеру. Ну, куча разных причин, может быть, вот с этими делами, вот такого плана вещи. Ну, обходится это различными способами, иногда приходится разговаривать с Амазоном, непосредственно объяснять, есть определенные механизмы, которые, ну, там они дополнительно проверяют, они могут вручную посмотреть, ну, там тоже человеческий фактор включается со своими плюсами и минусами, ну, такого вот стало больше, таких вот нюансов, таких кейсов. Ну, ты можешь перегрузить, он тебе сразу загрузится, а лисинки, картинки могут не загрузиться, даже есть куча ухищрений за лисий там на многих аккаунтах и так далее, и можешь все равно не прогрузиться. Звонишь в Амазон, у нас даже возникали свои вопросы, когда Саня у нас, сколько времени, расскажи вот этот над жесткий факап в прошлом году, мне просто это самое, до сих пор было. А, который с баном, что ли? Ну да, нам забанили три аккаунта, и потом мы его-то расхлебываем до сих пор это все. Ну, была история, что, ну, вот как мы уже рассказывали, Денис рассказывал, что мы модернизируем упаковки, как бы товар, по сути, остается такой же, но упаковки меняются. И в очередной раз поменялась упаковка, и после этого мы залили новые фотографии, но они не прогружались. Мы очень долго пытались, было и переписка, и с поддержкой, и со всем. В итоге я в очередной раз позвонил в поддержку, ну, начинаю объяснять, что приходит шаблонный ответ, как бы вы не вникаете в вопросы, там, туда-сюда. Ну, и я попросил, чтобы меня соединили там с супервайзером, ну, это сотрудник, который там у них в каком-то там отделе, он считается, ну, повыше. Вот. А я рассказал, ну, там одна женщина не захотела, другая захотела, в общем, переключили, мы начали разговаривать, я ему объясняю, что вот так и так, туда-сюда, не прогружается. Он говорит, так у вас было розовое, сейчас желтое, как бы почему, типа, это же, ну, вы же должны знать правила создания вариации, почему вы, как бы, пытаетесь это загрузить. Ну, я объясняю, что я тогда, я тогда, ну, надо было что-то сказать, я ему говорю, что, ребята, дело в том, что этот пакет отличается не только цветом, он еще отличается функционалом. Если раньше был, это был не пакет, это была коробка, которую, когда человек купил на Амазоне, попользовался, положил ее обратно туда, а потом взял и прислал к вам на склад, а вы это не проверили, и бушную в креме там какую-то пэш для ног отдали другому клиенту, привезли, а потом мы получаем там отзыв, что к человеку приехал бушный товар. Вот в избежание вот этих, производитель поменял упаковку, как бы на такую, все как бы осталось типа в порядке. Ну, поэтому вот так и так. Ну, и, в общем, он такой говорит, да, понял, типа, и потом говорит, вы знаете, что, как бы, я вот сейчас сам пытаюсь как бы нажать кнопки и загрузить вашу картинку, но у вас тут говорит какой-то хаос с вариациями, потом слышу, как он клацает по клавиатуре и говорит, что вы знаете, что у вас тут, у вас вообще большая проблема, you have a problem with variations, типа, говорит, у вас большая проблема, а там, ну, понятно, что там, как бы, нюансы были, которые там не только касающиеся картинок, он начинает это все вручную смотреть, видит, говорит, о, типа, у вас еще четыре релейта, да тут, типа, говорит, по вот этому, как бы, вот на этом аккаунте массовые, как это массовое нарушение, говорит, создание вариаций, поэтому я вам рекомендую очень, типа, посмотреть какие-то там листинги поудалять и создать все правильно. Вот, в итоге на следующий день фотография обновилась. Да, на следующий день разбанили три аккаунта, два аккаунта забанили полностью, один на телефон, Саша по телефону его, так скажем, обосновал, что все нормально, второй аккаунт разбанили через 7 месяцев, третий аккаунт не разбанили вообще, теперь пытаемся с горем полом оттуда просто забрать деньги, так что можно передавить, можно пережать, можно сделать много чего интересного, и не всегда это идет плюс, вот, и из-за этого даже тот же АПЛЮС контент пока на данный момент меняется легко, а что будет завтра с ним, непонятно, вот, из-за этого, что там на Амазоне происходит, постоянно все меняется, правила игры меняются, в чем проблема, почему упаковка нельзя поменять, ну, то есть вопрос в очень, ну, в смысле, картинки нельзя поменять, то есть из-за этого вот этим мы и занимаемся, просто есть разные, ну, как сказать, я не знаю, разные ситуации, в которых надо по-разному работать, если ты это не знаешь, просто можно получить и неприятность или, наоборот, положительный эффект. Да, ситуации разные были, вплоть до того, что кто-то создал магазин с таким же названием, как у нас, и Амазон почему-то сделал, чтобы мы, чтобы с наших листингов переходили на магазин конкурент, а с его листингов переходили на наш магазин, там идентичное название каким-то образом оказалось, что это возможно. В параллельном классе, ну, в другом классе, и как-то вот там заглючило. Такие вещи тоже приходилось, приходилось и выбираться. Только звонками, правильно я так понимаю, это все решать? Да, да, и оказывается, ну, это не с первого раза все удалось решить, потом выяснилось, что это, оказывается, такая проблема, она не очень редкая, и у нее даже есть амазонщики, ну, сотрудники Амазона уже знают, там, даже, как она называется, и я уже потом, когда в следующие разы звонил, я сразу говорю, как это называется, и сразу гораздо больше понимания, поэтому важно еще, как бы, их терминологии разговаривать, чтобы... А так же, как и этот самый SOP по скринам, понимать, что они там в виду, внутренней переписке. Да, да. Это нормально, когда ты имеешь зарегистрированную марку, у тебя все классно, бренд-регистры, все супер, да, ты вроде как должен сам распоряжаться своим контентом, но ты долго не можешь поменять, там, ни фотографии, например, либо... Вообще ничего можешь заменить. Вообще ничего. А конкуренты приходят и меняют, тебе все, как хотят. Причем ты можешь в Англии, например, мы спокойно все меняем, сейчас все нормально, там нет вот этого, вот этих новшеств. И товары с частями тела можем сделать, соответственно, первой картинке. Вот. А в Америке нельзя. То есть везде, везде все по-разному. Мы сейчас... Очень много есть нюансов, если нет опыта, бывает невыполнимая задача просто... Сейчас на данный момент, Денис, он тебе чуть другой сказал, есть два одинаковых бренда в разных классах. И когда ты видишь бренд, бренд-стор, нажимаешь, например, ты находишь на лестинге, там, товаров, там, я не знаю, одних, нажимаешь, переходишь вообще в другой бренд-стор, другого магазина, а у него наоборот к нам переходит. Вот о чем. Да, я понял, да, так сейчас... Я слышал очень много кейсов по бренд-регистри было, когда бренд в разных классах, соответственно, кабинет бренд-регистри один. То есть ты регистрируешь, допустим, там, Adidas. И это тоже. И это торгует пусками, а кто-то велосипедами Adidas торгует. И вы в одном бренд-регистри кабинете находите. Вы друг друга можете выкидывать, добавлять оттуда. Это произошло тогда, когда уже они были до того, как зарегистрированы. А сейчас у меня торговые марки зарегистрированы, соответственно, разные классы. Я уже не могу, я просто его забиваю, он такой есть. Вот, то есть он просто такой есть, то есть чтобы его там еще раз зарегистрировать, ну, там целая история. Просто даже сил не хочешь на это тратить. Да, технических моментов много. Еще одна из проблем частых сейчас, которые я слышал, встречаю, там, Amazon потихоньку начал вычищать кадалог от листингов, которые созданы по UPC, по левым UPC, вот именно, которые куплены где-то там на спиди-баркод или на каких-то левых сайтах, или вообще там, знаешь, вручную сгенерированы. Очень много друг шипера, я знаю, генерировали просто, вот, была программа, которая генерирует UPC-коды. То есть она уникальный код делает, он его вносит, подошел, вроде бы товара, такого нету, создал листинг. А потом в какой-то момент приходит продавец, который получил эти UPC-баркоды реальные, нормальные, там, на JS1, и в него он листит листинг, Amazon видит все такое, есть еще один, он их мерджит, и получается, реальный владелец этого UPC-баркода должен доказывать, что это действительно его баркод, а так как тот был намного раньше создан, ну, по умолчанию, Amazon считает, что тот правильный, а человек, который с реальным валидным баркодом пришел, который в его собственность находится, вот, такая проблема тоже часто существует, есть люди не знают, они прям, ну, вообще не понимают, у них сменилось название, поменялись картинки, какой-то левый бренд вылез, они не могут понять, что делать, они, как бы, жалуются на конкурента, а конкурент это вообще ни при чем, там, Amazon сам склеил, потому как, ну, он видит одинаковые UPC-баркоды, соответственно, считает, что это один и тот же товар. Да, бывают еще фишки, когда приклеивается какая-то другая вариация, и приходится доказывать, что, ну, не может, допустим, там, чеснокодавка быть вариацией, там, я не знаю, компрессионного чулка, ну, то есть, как бы, но, тем не менее, да, есть такие ситуации. Финализируя, что я хотел бы сказать, там, подытожить, например, вообще, то есть, в целом, какой спектр услуг мы сейчас можем закрывать, да, опять же, вот этот, на данный момент, это пока мы обкатываем, в таком достаточно тестовом режиме, поэтому сегодня такой более лайтовый размер, без каких-либо там нюансов, без цен, без деталей, да, то есть, по запросу, в принципе, можно будет написать сюда под эфиром в комментарии, да, либо у меня на страничке, либо здесь в Project Amazon, и, соответственно, мы свяжемся, более детальную информацию дадим, то есть, какой спектр услуг на данный момент мы сейчас предлагаем, я не знаю, Денис или... В любом случае, я как бы написал в этой шапке группы, то есть, я предварительно туда закинул, в любом случае, кому что-нибудь будет интересно, будем уже отдельно рассматривать, потому что есть, можно все это по отдельности, можно и пакетами и так далее, вот. На данный момент у нас есть опыт касательно наших продуктов, продуктов партнеров, да, понятное дело, это одно. Да, к нам постоянно просто обращается. Это один, это работа, это цена, скажем так, но нам надо понимать, что сейчас востребовано, то есть, какие пакеты востребованы, и хотелось бы вот какую-то обратную... Смысл простой. Мы все и всегда это делали, то есть, никто не скрывает, мы услугами никогда не занимались, это как бы не наша тема, вот. К нам периодически приходят там друзья, знакомые и так далее, надо что-то сделать, то есть, какие-то вещи под заказ мы делали, вот. Весь смысл в чем? Смысл в том, сколько будешь тратить на это время, вот. Из-за этого и мой подход, именно как продавца, продать услугу заточенную на эффективности, не на каких-то дополнительных понтах и всем остальным. И, соответственно, я в любом случае первостепенно будем считать, сколько мы времени на это будем тратить. Сейчас посмотрим, какой вообще, как это будет выглядеть и как мы будем общаться с заказчиком, то есть, что конкретно заказчику нужно. Если заказчику нужны, там, я не знаю, там, какие-то моменты, мы готовы это обсуждать. Вот, то есть, проблем нет взять модели, снять студию, потратить денег ваши, проблем нет. Большого мани надо. Фотографов огромное количество, предметчиков огромное количество. На данный момент тут вопрос о колокации. Где этот товар отправлять? Вот, с фотографиями это сложно. Почему многие 3D-рендером пользуются? На заводе замерил, отправил там куда угодно, он там на компьютере там нарисовал, отправил, соответственно, вот и есть продукт. С 3D-рендером из-за этого я, ну, долгое время и работал. Вот, здесь мы именно с фотографиями своими. Можно работать с теми фотографиями, которые есть? Можно, надо их смотреть. Качество, ракурсы, куча там всяких моментов. Вот, если вообще фотографий нет и всего остального, всеми этими стоками там пользоваться, тоже можно. Надо смотреть. Я отношусь к лестингу очень, так скажем, предвзято. Для меня важно соотношение цены и качества. Вот, я считаю, что для меня лично первостепенно это первая фотография. Она в любом случае 80% эффекта. По крайней мере, эффект на зацеп, как вот у нас там примеры были, если ты помнишь, когда там в мешок на 3 четверти, там на 9 десяток, грубо говоря, засовывать товар в мешок, типа, чтобы как поднять непосредственно кликабельность, ну, надо как-то заинтересовать. Что-то такое из ряда вон. Я помню, прям, там, что-то засовывали вот в этот мешок, и чтобы человек зашел. Да, потом конверсия будет очень низкая, кликабельность будет высокая, конверсия будет низкая. Соответственно, вот этот баланс, знаете, между кликабельностью и конверсией. Вот. И здесь, соответственно, абсолютно работает. Все равно первая фотография делает основное. Все остальное, пускай 70 на 30. А плюс контент, там, лисинг, там, я имею в виду, визуализацию, видео, это все уже влияет на конверсию. То есть наша первая задача, первая фотография, то есть два блока, по большому счету, первая фотография, она заинтересовывает на кликабельность, все остальное уже делает конверсию, ведет к продаже. Положить в корзину или сделать продажу. Почему вы должны это сделать? А плюс контент подробно показывает, там, большие фотографии, там, видео показывает, как использовать, там, для чего он вообще этот продукт. Лисинги показывает, рассказывает расшифровку, там, как он, какого размера, какой толщины. Ну, то есть, какие-то такие вот нюансы. Из-за этого можно потратить много денег, можно потратить мало денег. Вот надо найти эту золотую середину, заплатить именно за то, что конкретно каждому человеку надо. Если у человека есть непосредственно потребность сделать, как он считает, выдающееся, потому что, ну, есть большое количество людей, которые считают, что чем больше заплачут, тем лучше будет. Я считаю это не так. Соответственно, я считаю, что надо сделать абсолютно качественную вещь, которая абсолютно достаточна конкретно для этого товара. Вот я бы так сформулировал. Из-за этого надо с людьми разговаривать, надо потребности, надо понимание, соответственно, определяться от бюджета. Потому что все зависит от многих факторов. А на бюджет огромное значение имеет, я просто на это внимание обращаю в десятый раз, скорость, время, сколько мы на это время тратим. Потому что мы продаем исключительно свое время и навыки. Не более того. Пообщались, посмотрели, написали опросник, сделали там пару концепций предложений. Мы в такой работаем, в такой работаем, соответственно, сделали, сделали пару исправлений, все. Потратили на этот заказ, я не знаю, 4-5 дней. Соответственно, я это рассматриваю, хотелось бы. Если это не получится как конвейер, это будет растягиваться на месяца. Но, естественно, то, что у нас уже это конвейер, то, что мы притерлись, мы понимаем потребность. Соответственно, если люди нам будут доверять и, соответственно, от этого отталкиваться, естественно, с корректировками, то это как бы норм. Если мы будем это делать, какое-то художественное такое, то есть какие-то пожелания, желания, там, я хочу вот здесь, вот так, вот это вот. То есть это как раз сразу понятно, что человек сам не знает, что он хочет по факту. То есть на старте он написал, приняли несколько вариантов, сделали чуть-чуть, скорректировали, все, все ясно и понятно. Я вот это вот так именно вижу. Окей, супер. Да, если кому-то нужна более подробная информация, контент по видам услуг, которые мы можем, чем мы можем помочь, исходя из нашего опыта, исходя из наших возможностей. Соответственно, пишите в комментариях, да, связывайте нас с Александром, да? Да. Боль, есть что добавить по поводу вот этих заказов, как это все, вот эта вот работа идет? Можно пару советов. Боля, знаешь, наверное, лучше всего будет пару советов, так как, ну, я не знаю, наверное… Не важно, с нами, не с нами. Я не знаю более, наверное, такого притязательного клиента, наверное, как Денис, у тебя, наверное, не было, в том плане, что насколько вот он реально может в хорошем смысле слова выносить нос по поводу там нюансов, таких особенностей, да? Вот что нужно, какие вопросы ответят, как правильно там подготовить вот именно ТЗ, там, бриф, да, для того, чтобы вот таких вопросов меньше возникало, чтобы вот реально вот человек рассказал и максимально быстрый результат получился. То есть какие-то советы? Ну, опыт был разный. Наверное, на старте моей работы я натыкалась на это часто, это пришло как бы со временем. Ну, нужно опрашивать человека, нужно максимально понять его боль, понять бюджет, вот, наверное, заполнить какой-то опросник, обязательно посмотреть какие-то примеры, изучить нишу, обязательно изучить негативные отзывы прежде всего. Вот, и тогда складывается уже пазл в голове какой-то, и в большинстве случаев, ну, сейчас у меня вообще не возникает, как бы, с клиентами, с Денисом, то есть мы понимаем друг друга хорошо, и, ну, и там, и со своими какими-то клиентами то же самое. Вот как совет ты делай, вот как бы ты видел идеальную работу? Правки зашли на минимум, вот. Ну, я считаю, что нужно получить много информации и упорядочить от клиента. И, ну, индивидуальный подход к каждому на этапе вот захода проекта. Ну, тогда все. Все, супер, да, всем пока, да, у кого будут какие-то дополнительные вопросы, комментарии здесь, я еще оставлю, ты, Денис, Саша, если будут какие-то дополнительные вопросы по сервису, по услугам, по возможности, возможно, у кого-то есть какой-то запрос, который мы не озвучили, мочи, а то милости просим. Теперь я сообщил, что мы можем полностью закрыть, потому что, ну, у меня было сложно в том, что я думал, столько текстов и листингов, это прямо очень было сложно, и у меня не было ни ресурсов, ни времени. Вот теперь мы можем закрыть этот ключ. Вот есть такая потребность, кто-то попробует, интересно. Будем рады сотрудничать, но, соответственно, уже более подробную информацию, где мы уже отработаем. Ну, в любом случае, мы планируем как бы рассказывать, это вести историю, потому что мы работаем давно на Амазоне, и в любом случае планируем. Это багаж огромный и фокапов, и нюансов, и с точки зрения дизайна, и с точки зрения технических особенностей, с точки зрения SEO. Я, например, тоже собаку съел. Поэтому весь этот опыт, соответственно, уже основанный на большом количестве шишек, которые мы получили, мы можем вложить непосредственно все работы. Опять же, у нас за плечами большое количество бестселлеров, то есть работали в разных сложных нишах, и крайне сложных нишах, и выдерживали сложные, суперконкурентные ниши, перенасыщенные китайцами. И технические всякие изощрения, типа склеить, там вихри. То есть все мы это уже прошли, знаем, поэтому знаем, как это все обходить, как с этим работать, да, и как работать с сложными кейсами. И вот от этого всего выиграют. Поэтому есть чем поделиться. Вот, а на этом предлагаю заканчивать. Эфир получился очень долгий. Всем хороших выходных. Всем хороших выходных, хорошего вечера. Тут уже не так много времени осталось до окончания эти четыре, поэтому максимально ловить профит. Всем пока. Всем пока.